Сегодня поменять газовую плиту на электрическую просто и быстро, однако обладатели агрегатов, работающих на газе, не торопятся от них отказываться. В новостройках, то что касается эко-поселков, малоэтажного строительства в загородной местности, там только газ. Казалось бы, электричество намного безопаснее газа, но сторонники газа утверждают, что пища, приготовленная на газовой конфорке, вкуснее той, что готовилась на электричестве. К тому же расход газа минимален, а значит можно экономить на ЖКХ. Однако далеко не все готовы использовать газ на кухне. За время работы я встречаю два типа клиентов. Первый всегда за, потому что они говорят, что, во-первых, быстрее пища приготовляется, во-вторых, вкуснее. И в-третьих, они в разы экономят на коммунальных услугах, потому что за газ оплачивать дешевле, чем за электроплиту. А вторые всегда против, потому что они как раз-таки боятся взрывоопасных вот этих веществ, не умеют с этим работать. Но опять же, сегодня прогресс и технологии пошли вперед намного. И мы видим печи с электроподжигом, что очень прекрасно. По данным министра ЖКХ энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, в регионе газифицированы 143 тысячи домов. На самом деле, я впервые столкнулась с газовой плитой, потому что сняла квартиру, и тут как бы не было выбора. Ну и приоритетов, в принципе, не стояло, какая именно должна быть печка на кухне. Но есть и есть, начала пользоваться. Есть альтернатива, это мультиварка. Ну, знаете, если даже сравнивать с обычной стационарной плитой, мультиваркой и газовой печкой, то это прям небо и земля. Потому что, если ставить чайник, то он гораздо быстрее скипает. Если там ставить обжарку, то оно быстрее поджарится. И вообще, в принципе, все процессы приготовления происходят гораздо быстрее. Поворачиваю, сразу же поджигаю. Это специальная зажигалка, предназначенная для газовой плитки. Есть у меня такой прибор, который, в принципе, входил в квартиру, в аренду квартиры. Он втыкается, это улавливатель газа, я так понимаю, не знаю, как правильно он называется, не буду привирать. Он втыкается, включается в розетку, и если вдруг будет повышена концентрация газа, то он начинает пищать, слава богу, никогда не пищал. Все чаще специалисты говорят об опасности газовых плит для здоровья. Медики заявляют, что в домах, где установлены газовые плиты, жители болеют чаще и дольше, чем в домах с электроплитами. Эта группа факторов обусловлена самой химией процесса горения природного газа. В процессе из воздуха выжигается кислород, одновременно повышается концентрация углекислого газа. Да, действительно, газовая плита в доме может быть источником загрязнения воздуха. Ведь это вполне объяснимо, это процесс горения, при котором могут выделяться угарный газ, также оксид азота, формалидегид и ряд других веществ. Чтобы минимизировать возможный причиненный вред вашему здоровью, нужно соблюдать простые правила. Нужно проветривать помещение, закрывать дверь во время приготовления пищи на кухне. Также не заставляйте варочную поверхность, чтобы у вас хорошо проходил воздух и хорошо проветривалось. Старайтесь не готовить одновременно более чем на двух варочных поверхностях и продолжительностью не более двух часов. А также имейте хорошую вытяжку. На самом деле, вот это основной залог успеха и минимизации возможного причиненного вреда. Безопасное использование газа для коммунально-бытовых нужд регулируется инструкцией Минструя, вступившей в силу в 2018 году. Так, управляющая компания, обслуживающая многоэтажный дом, несет ответственность за состояние внутридомового газового оборудования. За внутриквартирное газовое оборудование отвечает лично собственник квартиры. Редактор субтитров А.Семкин